Хохотушки-веселушки! Говорушки-непослушки! Заживотики-держалки! Обсуставки-игралки! С нами праздник каждый день! Передача День Пельмень! Всем привет! Вы смотрите программу День Пельмень, а это значит, что мы отмечаем главный праздник сегодняшнего дня. День кастрюль! Ура! Вот сколько их у нас. Ребята, а вот зачем нужны кастрюли? Я считаю, они нужны для того, чтобы на кухне, кроме еды, хоть что-то лежало. Здорово, давай. А я считаю, если вместо зонтика можно выйти на улицу, и дождь идет, можно кастрюлю себе на голову надеть. Их можно использовать вместо тарелок, чтобы было больше еды, чем в тарелке. Ну, а что самое интересное можно сварить в кастрюле? Конечно же конфеты, чтобы был конфетный суп. А я считаю, что можно сварить всего лишь обычный суп. Мой любимый – это борщ. Я считаю, что в кастрюле можно сварить рыбу. Я бы сварила в кастрюле колобка. А еще раньше кипятили в кастрюлях белье, чтобы отбелить его. Вот смотрите, на кастрюлях нарисованы либо фрукты, либо цветочки. А какой рисунок нарисовали бы вы? Ну, я бы нарисовала, например, радугу или деревья. Ну, потому что это очень красиво. И тогда бы суп или каша увидела это, и вкусно бы сварилась. А я бы считала, что там были бы остались фрукты, потому что я их люблю. И из фруктов можно сварить вкусный компот. Я считаю, что на кастрюле можно нарисовать свою семью, чтобы ее вспоминать. Понятно. Если мама куда-то уедет, например, в Москву. Ну, а я бы нарисовала три полоски. Белый, синий, красный. Как наш флаг. Я бы нарисовала животных, чтобы, например, они суп быстренько съели вместо меня. Ты не любишь кушать. Да. Ты любишь конфеты. Да. Хорошо. А какой еще формы могут быть кастрюли? Квадратный. Треугольный. И как бы выглядела эта кастрюля? Смешная и красивая. Понятно. Давай. В форме гусеницы. Положили бы вот так вот в кастрюлю гусеницу и варился бы сразу и компот, и суп, и конфеты. Да. Ну, можно в форме пирожка, чтобы мама не тратила время на то, чтобы их лепить. А я считаю, что в форме конфеты, чтобы их в большой конфете варить конфеты. Для чего еще могут пригодиться кастрюли? Они могут пригодиться для того, чтобы просто на них смотреть. Ну, просто не на что смотреть, можно на них просто смотреть. И чтобы было удобно смотреть, поставить их себе вместо телевизора? Да. Кастрюлю можно использовать как шлем. Покажи. Давай. Так ты будешь защищаться от врагов. Наверное. Я думаю, кастрюлю можно использовать, чтобы туда залезала кошка, как в домик, и ей не покупать домик. Кастрюля нужна, чтобы, например, у барабанчиков не было барабанов. Можно, ну, до кастрюли. Использовать кастрюли вместо барабанов. Да. Действительно, если бы у барабанчиков не было барабанов, они бы использовали кастрюли. Ну, давайте мы тоже попробуем. Ну, а вместо барабанных палочек у нас будут ложки, половники. Ну что, музыкант, давайте зажигать! Да уж, мне кажется, лучше использовать настоящие музыкальные инструменты. Наша передача подходит к концу, но не наш праздник. Попробуйте сами поиграть на кастрюлю барабанов. Это очень весело. Ну, а мы встретимся завтра, ведь завтра будет новый день и новый праздник. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!